Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Немного предыстории. Я во вторник очень сильно заболела. На самом деле я заболела не серьезно, но симптомы у меня были таковы, что я сидеть не могла. Я не могла вообще передвигаться, потому что любое движение, даже движение руки, отставляло мне какую-то огромную боль мышечную по всему телу и прежде всего в голову. И, конечно же, как человек, который практикует здоровый образ жизни, здоровое питание. Недавно я выпустила, кстати, видео о своих 10 или 11 лет. И я сказала, что я не ем животный белок. Это видео было выпущено позже рыбного четверга, когда я и приняла решение, что я все-таки полностью исключаю рыбу, а также мясо в любом виде, оставляя пока яйца, потому что на яйца я реагирую очень хорошо, но яйца я ем определенным образом. Дети мои очень любят белок, а я очень люблю желток. Поэтому с яиц, по большому счету, я ем только желток. То есть я не ем полноценно все яйцо на протяжении, наверное, последнего года. И тогда я открыла для себя такой прекрасный продукт, как яйцо. И в этом видео я расскажу вам, как я в этом году несколько раз пыталась вести животный белок, прежде всего рыбу, но и мясо также в свой рацион. Расскажу, почему я это делала и к чему это всегда, всегда приводило. Я ни к чему не призываю в этом видео. Это всего лишь видео о моем личном опыте. И если уж и говорить о призыве, то, как я во всех своих видео говорю, о гречневом марафоне прежде всего, я призываю действительно своих зрителей отследить определенную реакцию своего организма, как мне это удалось сделать, на отсутствие, либо присутствие тех продуктов питания в нашем рационе, и, соответственно, сделать определенные выводы, сделать выбор. Могу сразу вам сказать, что отказаться от мяса, отказаться от рыбы в современном мире, современному человеку очень и очень сложно. Настолько огромный поток информации идет за то, чтобы мы ели мясо, мы ели рыбу. Я как человек, который очень много рассказывает о минимализме, о потреблении, о том, как маркетинг действует на наш выбор, я очень хорошо понимаю, что если нас, вегетарианцев, станет очень-очень много, я на самом деле не совсем улавливаю, точнее я знаю, какая разница, но путаю слова веганство и вегетарианство. Поэтому простите меня, если в этом контексте буду неправильно употреблять в этом видео это слово. Так вот, если нас, вегетарианцев, станет очень-очень много, я думаю, что мы нанесем серьезный урон действительно промышленности, которая производит и обеспечивает нас мясом, рыбы, птицы, а также животным мясом. Не знаю, как назвать живот, это, наверное, животное, потому что животное – это же птица в том числе. Соответственно, я прекрасно понимаю, откуда растут ноги и почему очень многие люди, я сама, долго думали, долго продолжаю, точнее до сих пор продолжаю думать, что мясо – это очень-очень важно. И могу вам на собственном опыте сказать, что отказаться от мяса – это очень сложно, это очень сложно. Я начала вводить белок животное, давайте я буду это так называть, и буду иметь в виду прежде всего рыбу, потому что в Италии ее много, но и также, допустим, курицу, потому что я стала доедать за своими детьми, и иногда они так аппетитно жуют эту курицу, что мне вот тоже прямо-таки бывает и захочется. И когда я буду говорить, что я начала вводить белок, я буду иметь в виду большое количество рыбы, для меня большое, потому что я до этого не ела практически целый год, и я говорю, год прежде всего после своего гречневого марафона, животный белок, и, соответственно, для меня это было действительно много. Так вот, это привело к тому, в первый раз, когда я начала вводить, а почему это случилось? Потому что я начала получать комментарии. Могу сказать, что комментарии под видео о моем питании всегда можно четко разделить на две, скажем так, категории. Первая категория – это люди, которые меня понимают и меня поддерживают. А вторая категория – люди, которые меня не понимают, не поддерживают, но вот там очень интересно читать, почему они пришли к такому, скажем так, отрицанию веганства и вегетарианства. Многие пишут, что у них ребенок был вегетарианцем, веганом, и они видели, что с ним случилось, то есть какие-то проблемы со здоровьем начались. Многие писали, что у них личностный был опыт, многие читали, кто-то из медиков мне писал. И, конечно же, когда ты получаешь вот такой большой разносторонний пласт информации и взглядов на эту позицию веганства и вегетарианства, ты волей-неволей, как человек, тем более, который склонен к анализу, самоанализу, ты задумаешься, а делаешь ли ты все правильно. Повторюсь, мой выбор не есть животный белок был основан на том, что я посидела на гречневой диете, исключила молочное, которому я не притронусь никогда в жизни, потому что я совершенно точно знаю, какие проблемы на меня это навлекает, а также на моих детей. Мои дети на безмолочном питании. Молоко в их рационе присутствует только в маленьком количестве, которое попадает в их рацион, когда они питаются вне дома. Это, прежде всего, санта, также школа. Так вот, молоко не вернется в мой рацион. А по поводу белка я действительно сомневалась. Я подумала, боже, вдруг я тут вся постарею, у меня кожи не из чего будет строить, не будет строительного материала. Волосы также, они ведь тоже из белка. Все, кто отращивают волосы, первая информация, с которой они сталкиваются, что нужен, нужен белок. Так вот, могу сказать, что я и попыталась по этому ввести белок. Я подумала, вдруг я действительно наношу непоправимый урон своему организму и здоровью. Пока это не замечаю, как мне многие писали, потому что организм еще на своих ресурсах, что называется, вытягивается. Сам себя, точнее, вытягивает. И я ввожу рыбу. И что я получаю? Я получаю насморк, я получаю какую-то легкую простуду. И как человек, который научился, я даже говорю, у меня вот книжечка была маленькая, где я записывала, съела такое-то, съела столько-то, какие громкие соседи у нас, съела тогда-то в таком-то количестве. А через несколько дней, если у меня одна книжка была, одна сторона книжки была у меня как раз-таки про мои продукты, а вторая сторона книжки синхронно, она была про мою реакцию на те или иные продукты. Но потом я научилась все это держать в голове. Потому что очень часто через 3-5 дней наступает реакция на коже, например, на нашем самочувствии. А мы же не можем вспомнить, что мы ели 4-3 дня тому назад. Поэтому важно записывать. Если вам такой опыт понравится, обязательно заведите себе книжку. Кажется сложно, но это может быть очень-очень полезно, чтобы отследить, на что мы реагируем. Запуталась я в своих мыслях. Я говорила о том, что книжечку-то я завела, да. И, да, меня это привело к какой-то вот легкой простуде, к заложенности носа. И я снова исключила белок. И когда я вышла на новогодний стол, я совершенно точно знала, что никакого белка в моем рационе не будет. Так и случилось. Так и... Что ж такое? Так и случилось. Никакого белка в моем рационе не появилось. Также потому, что многие зрители помнят, как я отреагировала на новогодний стол после своего первого гречневого марафона уже, получается, 2 года назад. У меня тоже была простуда очень сильная. А, возможно, даже ангина. Я не знаю. И у меня был очень сильный конъюнктивит потом на оба глаза. И я не могла вообще записывать. А для меня это, как для блогера, критично. Я очень люблю записывать видео каждый день. И, соответственно, вот такой первый мини-опыт мой произошел. И что произошло совершенно недавно? И я наткнулась на видео про волосы, седые волосы, где я пришла к выводу, что мой собственный рацион, об этом я рассказываю в другом видео, седые волосы и рыба, где я пришла к выводу, что да, скорее всего, седые волосы перестали у меня появляться и уменьшились прямо-таки до полного отсутствия. Совершенно ответственно заявляю об этом. Как раз таки потому, что, наверное, единственная вещь, которая отличала именно мою жизнь и мой рацион, это была рыба, большое количество рыбы в моем рационе. И что я делаю? Тем более, это происходит последние, наверное, 2-3 недели, когда дети дома. Детей нужно чем-то кормить, стол должен быть разнообразным. Я начинаю покупать больше рыбы. Рыбку приготовила, деткам не понравилось, сама съела. И вот буквально последний четверг, как раз таки я поэтому сказала, что видео о моих 10 лет я записываю. После того, как я последний четверг покупаю не просто тунца, которого я себе научилась очень хорошо обжаривать, он с такой корочкой, а внутри сырой, очень-очень вкусно. Я покупаю также полипу на русском языке, это получается будет осьминог. И варю его таким образом, что он тает во рту. Съедаю практически весь осьминог я самостоятельно, хотя его любят и муж, и дети, но они видят, что и мамочка редко ест такие вещи, они мне все уступают. Я съедаю много этого осьминога. Что на тот момент я уже заметила, совершенно случайно я это заметила, я заметила, что моя спина стала, извините за подробность, в прыщах, вся в прыщах. Я также рассказывала в своем гречневом марафоне, что у меня изменилась вот эта часть кожи. Предплечье, ведь это правильно называют, меня все время исправляют. Предплечье. Изменилась вот эта часть кожи, она все время была как будто бы в пупырышках. И когда я села на свой гречневом марафон, и в общем-то гречка, и подобный рацион, как был на гречневом марафоне, остался для меня привычным, то у меня вообще поменялась кожа. Вот на самом деле, я даже не думала, что почти в 40 лет ты можешь иметь такой вау-результат. И, соответственно, именно сама кожа поменялась. И вот эти вот все пупырышки, пупырышки, даже не знаю, как они ушли. Но я заметила вот буквально в течение вот этих последних двух недель, совершенно случайно, недавно я обнаружила, что моя спина в прыщах. Это было настолько удивительно, я вообще забыла, что такое прыщи. Потому что, повторюсь, вот когда я поменяла свое питание, я о многих вещах забыла. И я, в общем-то, их трогаю, трогаю. Неужели прыщи? Неужели прыщи? Да, были прыщи. Ну и что происходит? Речь идет о четверге. Я в четверг покупаю, последний раз съедаю такую хорошую дозу белка. При этом продолжаю доедать за детьми суббота, воскресенье. Там какая-то рыбка, возможно кусочек котлетки. Да-да-да, кусочек котлетки, чтобы, в общем-то, белочек для строения волос у меня был. И во вторник я очень сильно заболела. Вот, знаете, можно все, что угодно здесь думать. Возможно, кто-то напишет мне в комментариях, что одно с этим не связано. Мне, кстати, муж спросил, я тоже ему сказала, слушай, я больше кусок мяса в рот не возьму. А он мне спросил, Яна, как связано твое питание, что ты мясо ешь, либо молоко вот раньше пила, как связано с твоим здоровьем? То есть, действительно, для очень многих непонятны механизмы, механизмы, которые запускает тот или иной продукт. Когда, ну не знаю, опять же, я вижу по моему мужу, что он прекрасно с мясом справляется, пищеварение. Я не могу о нем многие вещи рассказывать, потому что, мне кажется, это, что называется, вынос личностной информации, которую я не имею права выносить. Но, на мой взгляд, ему есть где, что называется, улучшить свое здоровье. И я бы однозначно ему рекомендовала исключить молочную, он очень любит кефир, исключить мясо. Но, как бы, вот некоторые люди не готовы также в силу того, что они не понимают, какие механизмы запускает молоко, какие механизмы запускает животный белок. Вот для меня, на самом деле, здесь и сейчас, хотя я худо-бедно разобралась в этих механизмах, это было очень сложно для моей домохозяйской головы, для меня теперь, на самом деле, даже не важно, какие это механизмы. Я, что называется, на собственном опыте, на собственной коже, Соломи Апелли, почувствовала на собственной коже, вот что со мной происходит. И это уже третий раз, когда я вот так сильно заболеваю, после того, что я начинаю есть белок в количестве, который, в общем-то, который, в общем-то, равнялся нулю, потому что после гречневого марафона, я, повторюсь, пересмотрела полностью свое питание. Поэтому, по большому счету, меня часто спрашивали, Аяна, вы веганка, вы вегетарианка? Могу сказать, что я даже должна еще разобраться в этих терминах, и что подразумевает веганство и вегетарианство, но то, что я больше куска рыбы, уж тем более какой-нибудь котлеточки с заветками, в рот не возьму, это совершенно точно, потому что я совершенно точный, просто потому, что для меня стало ясно, прозрачно и очевидно, как влияют именно эти продукты именно на мое здоровье. Желаю всем своим зрителям быть здоровыми. На этом с вами прощаюсь. Это была Яра Скворцова. Всем пока-пока.